Так, спасибо вам огромное Геннадий Петрович, голодание 49, так, доната XXX, давайте она назад. Но, Геннадий Петрович, вы немного не правы насчет жира, он уходит и довольно стремительно. Я сегодня голодую 30 сутки, со 109 кг ушел на 106, я замечал, что весь уходит в основном ночью во время сна, а в основном вы правы, может быть, и в этом правы, у всех организм по своему работают. Спасибо вам за прекрасные уроки, всего наилучшего и доброго здоровья, что уходит быстрее, это, как раз рассказываю, жир или мышцы. Но, со своего собственного опыта я хочу сказать, что вот вначале, как бы вы, вы просто за трое там суток голода, вы просто становитесь меньше. Не что-то у вас отдельно, вот знаете, уменьшилось, а вы сами стали меньше. То есть, вот это интересно. И, как правило, если 109 кг, если стали меньше, уменьшились, вы остались таким же. Просто 3 кг куда-то улетели и все. Вот, а дальше уже начинается, смотрите, что нам надо. На голоде, конечно, нам нужны белки. И белки, как бы сказать, мы там раскормлены излишками вот этого мяса, которое у нас есть. Ну, допустим, я хочу, чтобы у меня были там плечи такие большие, там трапеция, все там такое. Вот, но для жизни обычно это не надо. Это надо для того, чтобы, как бы сказать, ну вот, показать, вы там занимаетесь специально. И когда вы начинаете голодать, то, что не надо, до физиологически нормального уровня уходит в первую очередь. То есть, мышцы это только раз, стали теми, ну, какими они должны быть. Вот, потому что белок требуется. А вот жирочек, жирочек начнет туда дальше, активно плавится. Ну, и во время сна, и это хорошо. Согласен. Так, дальше. Отдыхаем. Так, что там такое? Еще раз о моем здоровье, наверное. Отдыхаем. Ну, она так примерно начала. Отдыхаем миллион. В одной из своих книг вы говорите, что человек может жить до 150 лет. Скажите, а вы хотели бы прожить до 150 лет? Ну, будем говорить, смотрите. Во-первых, он не может жить, а есть факты, когда человек жил и больше лет. Там где-то примерно десятка-два людей наберутся, которые мы знаем, которые прожили более 150 лет. В основном это пастухи. То есть, здесь идеальные должны быть какие-то условия для жизни и как можно меньше эмоциональных факторов, которые бы на вас влияли. Пастух, кто там, овцы и так далее. То есть, это не то мнение, что вас цепляет и заставляет внутри волноваться. Вы к нему относитесь совершенно равнодушно. Вот, то есть, исключается фактор, в первую очередь, наиболее сильно влияющий – это волнение. А дальше свежий воздух, умеренная ходьба, питание, простой, естественной пищей. И оно и делает чудеса. То есть, человек здесь не вредит сам себе и общество своими дурацкими законами его не опутало. И не вызывает вот этих вот эмоций на тот или иной закон, на тот или иное, будем говорить, какое-то постановление. И люди могут действительно жить нормальненько. Вот. То есть, люди живут до 150 лет и больше живут. Ну, создать соответствующие условия. Пожалуйста, можно, значит, прожить. И проживали. Так, далее. Хотели бы прожить до 150 лет? Значит, здесь играет большое значение качество жизни. Если, допустим, я смогу жевать, я смогу ходить, никакие боли меня не будут одолевать. Я уж о репродукции, ладно, умолчу, умолчу. Вот. То есть, я могу нормально двигаться, ничего мне не болит. Все, все, так сказать, в основном более-менее нормально. Да почему бы и не пожить? То есть, за это время, ты набираешься. Вот я только, он говорит, вот. На седьмом десятке лет, вот почувствовал, что действительно, я брел нечто такое, что я перестал прислушиваться чужого мнения. У меня свое мнение. Я стал как-то защищен от различного рода нападок, от различного рода агрессии. Я как-то научился выживать в этом мире. Причем без каких-то, знаете, таких эксцессов. То есть, только-только вошел в зрелый период жизни. И стал понимать и любить, что это за жизнь, такой прекрасный процесс. Поэтому, почему бы мне еще не пожить? Столько, сколько я же живу. Но, говорю, при условии. Таком. Ну, естественно, эти все условия должен создавать сам человек. Хватит ума их создавать, поддерживать, мотивации. Там можно жить и радоваться. А вот так, знаете, самотеком, как бы сказать, вот. Вот я так понимаю. А вот самотеком до 150. До 150 самотеком обычно редко бывает. Потому что, вот я сегодня встретил мужчину. И мы уже вставили несколько стендов. И при разговоре он говорит, о, у меня там сосуды забиты. На 99 процентов. Вот. И опять будут операции, стенды, что-то чистить, что-то там делать и так далее. Ну, я говорю. Ну, вот, вот смотрите. Вот у вас круг. Давайте, говорите. Что ее делает вязком? Это вот жидкость. В первую очередь, смотрите, что ее делает вязком. Это солевые растворы. Меньше соли. Соль делает раствор тяжелым. Далее, говорю. Жирок. Он делает его вязким. Крахмал. Он делает его клейким. И, например, наконец-таки сахар. Он сушит кровь. Он, о, а я, говорит, и сосед его, видать, своя. А он говорит, а вы знаете, а он-то конфетки все время подчмакчивает. То есть сладенькое любит. И он такой вес, височек у него большой. Вот. То есть зачем вставлять стенды, еще что-то там делать? Просто-напросто это можно отрегулировать питание. То есть вот досад регулирует все это, так сказать, более-менее нормальная жизнь, что ты не будешь сохнуть. Все. Будем жить. То есть жизнь – это интересное такое явление, очень интересное явление. И чем больше живешь, тем больше понимаешь, больше его ценишь. Осознаешь его значимость. И просто-напросто действительно возникает какая-то особая радость, что ты находишься в этом процессе. В этом процессе великого творения. Видите, у меня же энергетика совсем другая пошла. Вот. Поэтому, тем более каждый день приносит что-то новое. Ты уже можешь думать, что ты все знаешь. Знаешь, погодьте, ты только прикоснулся к чаше и отхлебнул один-два глоточка, а там еще пить и пить. Так что согласен жить. Так, и следующая часть вопроса. И если можно, прокомментируйте вот такой диалог. Мы все когда-нибудь состаримся, товарищ Удере. А я нет. То есть, я не собираюсь быть старой. Жизнь имеет смысл, когда ты счастлива, молода, красива. Иначе не стоит жить с какими-то спазмом, ломотой в костях. Нет, благодарю покорно. Ну, это какое-то там дело, да? Так, послушайте. Действительно, если вы самотеком будете идти по жизни, вот так как этот мужчина, там у вас будут и конфетки, и жирно, и так далее, и так далее. И все это, в конце концов, вот так вот и выльется в различные спазмы, в различные там дряблость, в немощь. И тогда, тогда, самое интересное, вам в своем теле, как знаете, в доме, который вы получили по молодости, такой, можно сказать, уютный, хорошенький, вам становится невозможно жить. Больно жить в нем, не хочется жить в нем. Понимаете, душняк возникает. Вот, тогда, естественно, смерть считается за благо. Но это же дом, за ним надо следить, убирать, надо его там вовремя подремонтировать, то есть ухаживать за ним. И тогда ничего не будет. И тогда старость принесет свои совершенно иные ощущения, свои плоды и прочее, прочее. Можно жить, говорит, и в 60, и в 70, и в 80 лет, вот как Виттерган. Пожалуйста, там, родили там ребенка. Половая функция еще не отключена, она еще работает. То есть можно жить, знаете, и ценить то, что вам дает жизнь совершенно иначе, нежели вот только, ага, я молодой, красивый, у меня тут, грубо говоря, желание распирает, вот тогда это. А когда желания нету, когда боли, вот тогда я жить не хочу. Но, чтобы этого не было, надо поработать. Так, далее, значит, ответ этого человека, отдыхаю. В вашем ответе чувствуется усталость жизненной силы, мало, маловато осталось. Ну, согласен, маловато осталось. А я наоборот, имею после ваших, именно после ваших них захотела прожить до 150 лет. Ну, и сейчас вам, как бы сказать, я ответил, что я желаю жить как можно дольше. Но это не значит, что 150 лет. А вдруг я проживу больше? Или вы проживете больше? Это же не это. Это такой кайф штудировать разные книги, узнавать постоянно что-то новое. О-о-о-о. Это такой кайф штудировать книги, понимаете? А когда вы вот идете, и вы начинаете напрямую считывать информацию, понимаете? Когда вот действительно вы достигли того, что с вами пожелали оттуда взаимодействовать, это совершенно иной кайф. Поверьте мне. Тогда и книги пишутся, и стихи сочиняются. Такие, знаете, все само собой. Вот. Оказывается, жизнь очень интересная штука, но об этом только что я говорил. То ты взлетаешь, то ты падаешь. А тут, понимаете, ай, вот это вот взлет и падение. Ты не оцениваешь этого ни взлета, ни падения. Ты понимаешь, что это тебе надо. Надо тебе пройти этот взлет. Чтобы ты понял одно. Надо тебе, понимаете, для того, чтобы ты еще взлетел выше, ты должен прочувствовать совершенно иное. Что не один только взлет, а что его делает. Что его делает внутри себя, снаружи. На чем у нас но он, понимаете? Это все. Ты должен, как бы сказать, там проработать, грубо говоря, на дне, для того, чтобы возвратиться, как в Фениксе. Полететь дальше, понимаете? Нету ни взлета, ни падения. Есть просто-напросто наработка информационно-энергетического потенциала, который, как бы сказать, он всегда так колеблется. Первый раз я взлетела после ваших книг. Хорошо. Было много болячек и по гинекологии, и по гастроэнтологии, и по эндокринологии. Врачи гонялись с кабинета в кабинет, а результат ноль. И только... И тогда мне мама принесла вашу книгу. Ну, молодцы наши мамы. Вот то поколение, но все-таки совершенно по-иному воспитано, нежели сейчас интернет. То есть все быстро, та-та-та-та-та-та. Нету ничего быстрого. Есть основательная работа. Всего. Тут, оказывается, надо почистить кишечник и печень. И все болячки идут. Да, оказывается. Почему почистить кишечник и печень? Потому что через них, через них, вот понимаете, грубо говоря, когда у вас забило канализацию, и когда, вот, канализацию забило, в самом, так сказать, начале ее, у вас нечистоты не выходят, у вас целый дом начинает наполняться. И плюс еще и у вас там, грубо говоря, ну, пускай там забило там умывальник или еще что-то. То есть, казалось бы, умывальник там можно мириться, а вот нечистоты нет. То есть все это постепенно, постепенно заполнило жидкостные среды вашего организма разного рода шлаками. А теми же обменными шлаками мы скушали, клетки это что-то там перевалили, выбросили. Но недостаточно происходит очищение, потому что плохо работает та же печень, плохо работает тоже кишечник. То есть в два этапа не может все это дело выбрасываться. Печень очищает кровь, кишечник уже очищает, грубо говоря, там, кровь, как бы сказать, печень очищает кровь, а кишечник уже то, от чего кровь очистилась, очищает. Вы поняли, да? Печень очищает кровь, которая вот это должна все это распределять, сети питательного вещества и так далее. А кишечник очищает то, от чего очистилась кровь. А когда у вас тот этаж заполнен дерьмом, и этот заполнен дерьмом, да у вас, естественно, сразу же и по гормональной системе пойдет сбой, система не знает, как работать. У вас по пищеварению пойдет сбой, ну, естественно, у вас пойдет сбой и по всем этим половым вещам. И как только мы нормализовали с помощью этих двух простых, но уникальных процедур, свою внутреннюю среду, да организм сам заработал, организм, система самовосстанавливающаяся. И лучше, чем вот эти две процедуры, чистка кишечника и печени, ничего не делает. Остальные там, да, могут там шлифануть, то, сё, пятое, десятое там сделать, всё это такое. Но, хотите, пожалуйста, вот и всё. И я полетела, да, энергетика, подчислила по вашей методике, моей методики нет, это общечеловеческая, еще раз подчеркиваю. Мне понравилось летать, я хочу еще взлететь, и поэтому, сейчас уже занялась чисткой родовых каналов, чтобы получить благословение рода. Но, это вы хватили. Не знаю, что это, в чем она заключается, эта чистка, да? Кстати, у вас в 65 лет стоит энергия звезды. Ага, но это уже, видать, она дальше пошла. Ютуб дает большие возможности, и если раскрутить ваш канал, то это новый взлет. Сейчас большинство сидит в интернете. Я вот вообще уже телевизор не смотрю, там одна пошлость. А у вас канал интересный, и развлекательный, и познавательный. А, это уже надо сочетать. Это уже, как раз, телевизионные штучки, хрючки мне это позволили сделать. Вот, надо только описание к видео делать, и тыги прописывать. Ну, делаю, ну, прописываю, ну, может быть, тщательно я. Видите, я не у кого поучиться вот этому мастерству, чтобы так. Ух! Я на вашем канале вышла, на ваш канал вышла только через контакт. Может, кто-то и дает запрос, а результат не выдает. за прекрасное время вашей жизни. Спасибо. Спасибо, спасибо. Видите, а сейчас вот запад усиленно разрушает понятие семьи, понятие семьи, брака и рода. Нету ничего, мол, это... Видите, что делается. А там, конечно, тоже очень интересная работа. Очень интересная работа. Но, как правило, я так, вот, насколько я так мыслю своим умком, вот это вот понятие рода, конечно, и чистка, это больше будет делаться, когда вы будете контачить с людьми и относиться к ним, ну, будем говорить, благосклонно, благожелательно, несмотря на то, что они могут всякое вам делать, но вот когда человек все это понимает, принимает, он совершенно под иным этим самым находится, как бы сказать, руководством, что ли, что это мало к нему касается, но, тем не менее, тем не менее, одна благостная ваша жизнь, вот, не вредение окружающим уже вас начнут возвышать и уже, будем говорить, вот эти вот все эти, это там каналы и так далее, они начнут очищаться. А если что-то человек целенаправленно начинает там вот делать, как-то вот так вот со своими родственниками, там взаимодействует или еще как-то так, знаете, а при этом с окружающими людьми, там, будем говорить, равнодушен и настроен в зло, то толку никаких там каналов у вас там не посещаете. Так, ответил, отдыхаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова